Никита Панфилов, российский актёр, театр и кино, а также телеведущий, получил популярность благодаря участию в фильмах «Мажор», «Сладкая жизнь», «Духлес» и сериал «Пёс». У популярного и востребованного артиста целая армия поклонников, и биография его довольно-таки интересная. Личная жизнь Никиты Панфилова невероятно интересует его фанатов. Никита Владиславович Панфилов родился в московской театральной семье 30 апреля 1979 года. Владислав Владимирович, отец Никиты, руководитель московского театра, охочих, комедиантов. Мама актёра, режиссёр театра «Монотон». С такой творческой семьёй неудивительно, что Никита вырос за кулисами. В будущем мальчика было предопределено, уже в 5 лет в этом возрасте маленький Никита сыграл первую роль Ивана Царевича на сцене. И хотя в детстве мальчик не мечтал стать артистом, но мама уже видела в сыне звезду театра и кино. Сам же ребёнок сначала хотел стать хирургом, а потом и вовсе спортсменом. Кстати, связать жизнь со спортом актёр имел все шансы. Ещё в начальной школе отец отдал его в секцию греко-римской борьбы. Папа мечтал о том, что Никита станет чемпионом. И сын первое время оправдывал надежды отца. В 8 классе Панфилов стал мастером спорта и вошёл в Олимпийский резерв юношеской сборной страны. Но потом бросил борьбу, поскольку парню надоели постоянные тренировки, разъезды и соревнования. Никита решил, что надо согласиться с мамой и стать актёром. После окончания школы парень поступил в Институт современного искусства на актёрский факультет, но доучиться там не удалось. Никиту призвали служить в армию. Отдав долг родине, юноша подал документы сразу в Щукинское и Щепкинское высшие театральные училища, в ГИК и школу студии МХАТ. Прошёл в Щепку и школу студии МХАТ, в итоге выбрав последнюю. Учился на курсе заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Школу студии МХАТ Панфилов окончил в 2006 году. Творческая биография Никиты Панфилова началась в студенческие годы. Он дебютировал на сцене МХАТа имени Чехова в роли Икара в спектакле Евгения Гришковца под названием «Осада». Работа была благосклонно встречена критиками и зрителям. Работая во МХАТе Никита Панфилов планомерно выстраивал карьеру профессионального актёра. Среди его ролей были образы рыцаря Ганса в спектакле «Ундина», Степана в постановке «Женитьба», Никульна в театральном шедевре «С любимыми не расставайтесь» и многие другие. Со временем Панфилов начал играть в основном второстепенные роли наиболее удачной работы, романтическая комедия «Любит-не любит», сериалы «Инспектор Купер», «Учитель в законе возвращения» и сериале «Мажор». Среди рейтинговых проектов с участием Никиты числится детективный сериал «Черчилль», молодёжная лента «Анжелика второй сезон» и комедии «Путейцы». Среди лучших работ актёра выделяется российский блокбастер «Духлис», в котором артист сыграл Мишу Вуду. Сам Никита позднее в интервью рассказал об особенном отношении к данной работе. Что касается личной жизни, то сложилась она у него не сразу. Первой женой стала актриса Вера Бабенко, с которой он учился в школе-студии МХАТ, но брак просуществовал недолго и вскоре и вовсе распался. «Новое счастье» постучало в дверь к Панфилову после знакомства с девушкой по имени Лада. Женщина работала администратором программы «Армейский магазин» и подбирала актёров для проекта. Никита пригласил Ладу на спектакль в театр «Сатирикон», а через год молодые люди поженились. В их семье подрастал сын, которого родителям назвали Добрыней. Актёр присутствовал при появлении ребёнка на свет и считает это испытание сложнейшим в своей жизни. В 2016 году СМИ заговорили о том, что пара разводится. Никита удалил статус «женат» в социальных сетях, а его супруга Лада Панфилова, по некоторым данным, даже сменила фамилию мужа. Оказалось, что пара разъехалась ещё в 2015 году. В конце 2015 актёр познакомился с девушкой по имени Ксения Соколова. Она медик по образованию, уроженка Петербурга. Общение началось в социальной сети. Вскоре девушка приехала в Москву в гости к актёру. Молодые люди быстро нашли общий язык. Совместные фото Никиты и Ксении вскоре часто начали появляться в сети Инстаграма. На момент знакомства Панфилов был ещё официально женат. В 2016 году актёр получил развод от Лады. Как оказалось, жена Никиты первая подала на развод, несмотря на старания мужчины сохранить брак. Никита Панфилов и Ксения Соколова счастливы вместе. По словам актёра, девушка поддерживала его в трудные минуты развода. Всегда находятся рядом с ним во время съёмок. На этом биография Никиты Панфилова подошла к концу. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!